Жаловаться на потоки источных вод жители микрорайона ТЭЦ-2 в Саранске начали пару дней назад. В сквере по Восточной улице по тротуарам текут нечистоты. Местами глубина выше щиколотки взрослого человека. Пройти сложно. А неприятный запах совсем не радует пешеходов и жителей домов по соседству. Здесь, если честно, всегда запах не только от канализации, но и от очистки. И вот эти все, особенно, по утрам. Бывает. Но канализация течет. Часто. Канализация течет прямо по дорожкам. А когда-то тут был благоустроенный сквер, детская площадка и лавочки, говорят местные жители. Сейчас ничего этого нет, жалуются горожане. Там была площадка хорошая. Сейчас там нет ничего. Там у нас святые были, посажены клумбы были. Сейчас ничего абсолютно нет. По скверу нельзя выйти, ни с детьми не погулять, ничего. Ни старым людям подышать, ничего нельзя абсолютно. И запах такой, что дышать нечем. Не только там форт открыть. Мы вот даже подъезд в дверь только-только закрываем. Это дурно пахнущие канализационные ручьи, которые текут прямо по тротуарам. Сейчас мы попытаемся найти источник этих нечистот, которые растекаются по микрорайону ТЭЦ-2. Одни рассказывают, резкий неприятный запах идет от коллектора. Жители не раз замечали, что ночью сюда сливают городские нечистоты, частные ассенизаторы. Говорят, писали многочисленные жалобы и пытались выяснить принадлежность автомобилей нарушителей. Но все повторялось. Другие говорят, что скорее всего канализация забивается из-за того, что бытовой мусор попадает в коллектор. Но от запаха страдают все. Забивается, наверное, канализационная система. Все старое, все обвалилось. У нас вон канализационный колодец перед домом. Камушки падают, и забивается канализация. Они приезжают, допустим, прочищают, дальше прогоняют, и оно идет. Все старое. Наша съемочная группа отправляется на встречу с главным инженером Саранского водоканала. На месте коммунальной аварии он рассказывает, что никакой официальной заявки в диспетчерскую службу по этому адресу не поступало. О проблеме узнали случайно. Сеть забилась, и уходить хосфекальным стоком некуда было уходить. И немного пошло верхом через смотровые колодцы, которые как раз предусмотрены для того, чтобы прочищать и привозить в рабочее состояние сеть. Коммунальщики несколько часов потратили на прочистку засора. Получается, гораздо больше времени нужно на то, чтобы рассказать чиновникам о беде, чем на разрешение ситуации. Анастасия Суркова, Павел Толобаев. Наш Новости. Субтитры сделал DimaTorzok